Это второй выпуск подкаста Университета ИТМО. С нами Андрей Корсаков, кандидат технических наук, старший научный сотрудник Национального центра когнитивных разработок, доцент факультета цифровых трансформаций. С 2012 года Андрей работает в научной группе «Визуализация и компьютерная графика». Занимается преклонными проектами на государственном и международном уровне. В интервью мы говорим о его опыте разработки решений дополненной реальности для массовых мероприятий, обсуждаем моделирование процессов и мультидисциплинарный гейм-дев. Я бы хотел начать с европейских игр и поговорить об этом проекте. Он все-таки такой многокомпонентный и много команд, насколько я знаю, участвовало в подготовке проекта. И достаточно серьезная задача – обеспечить дополненную реальность для многотысячной аудитории прямо во время мероприятия на стадионе. Как вы подошли к совместной работе, как вы вообще объединились? И с точки зрения вашего участия, насколько я знаю, это программное обеспечение в первую очередь? Да, мы программную часть сделали и, собственно, само по себе сопровождение во время проведения шоу, то есть тоже мы обеспечивали. Соответственно, все там нужно было в реальном времени отслеживать, мониторить, запускать и прочее, работать там с телевизионной группой и прочими вещами. На самом деле, если говорить про этот проект, в принципе, про них в общем можно говорить и про церемонию открытия-закрытия европейских игр, которые в Минске были, а также про церемонию открытия чемпионата WorldSkills, который в Казани проходил. То есть, в принципе, это была абсолютно одинаковая схема работы. Все их механизмы и средства, то есть, в принципе, были фактически тоже одинаковые, просто разные мероприятия. С разбросом, сколько у нас получилось, два месяца, насколько я помню. На самом деле, достаточно интересная и своеобразная история получилась, то что мы с ребятами из компании Сеченовком, которые занимаются организацией подобных мероприятий, мы с ними познакомились чисто случайно на ScienceFest, который, получается, в 2018 году, да, осенью, до осени 2018 года проходил. Там наши ребята шоу-кейсились, наши студенты с нашей программой магистратуры шоу-кейсились со своим курсовым проектом VR-овским. Вот. И случайно ребята подошли, спросили, что как вы, чем занимаетесь в лаборатории и прочее. Спросили, вот вы типа с VR-ом работаете, а в дополненной реальности умеете? Ну, вроде как бы, да. Типа, есть такая задача с такими-то там вводными раз-два-три сможете сделать? Ну, так крепко немножко почесали, но вроде как бы нереального ничего такого, в принципе, сходу нету. Вот, поэтому, ну, давайте попробуем сейчас, кому как бы нужно предварительно и все еще сделать, и прочие всякие штуки, вот, и, соответственно, там придем к решению. Но они занимаются именно медийным сопровождением мероприятий, или в том числе они и такие уже проекты сами делали? Они занимаются фоллстеком, по большому счету, именно с точки зрения ивент-менеджмента, ивент-организации, то есть они полностью занимаются режиссурой, собственно, постановкой всего этого дела, то есть там подбор, опять же, всех там театральных и прочих всяких вещей, то есть декорации, там и вся логистика и прочее, прочее техническое обеспечение, то есть они полностью делают под ключ все мероприятия целиком, вот, и вот им хотелось сделать такую особенную фишку, собственно, для европейских игр, то есть мы начинали с этого, и, соответственно, они искали, ну, назовем так, альтернативные варианты, потому что, в принципе, данные технологии, данные, назовем так, спецэффекты, вот, которые используются для телевидения, типа, смешанной реальности, то есть, в принципе, они используются и их делают уже достаточно давно, но получилось так, что эти эффекты, они не самые бюджетные, назовем так, с точки зрения технической реализации, то есть там, начиная от самого оборудования, которое позволяет все это обеспечить, сделать, заканчивая, сами программное обеспечение позволяет все это рисовать. Обрисовать задачу для тех, кто будет слушать, в чем она состояла, как они ее сформулировали изначально для вас? Задача стояла в чем? То есть у нас есть некоторые мероприятия, предположим, оно длится, там, час-полтора, например, вот, нужно сделать так, чтобы зрители, которые смотрят это при телевещании, в прямом эфире, зрители, которые сидят на стадионе, могли увидеть вот эти эффекты с дополненной реальностью в реальном времени, с полной синхронизацией по шоу, по времени, вот, ну и, соответственно, по пространству, потому что нам нужно, чтобы это все дело адекватно плавало именно там, где оно должно плавать, назовем это так, вот, находилось. И был ряд технических ограничений, вот, во-первых... А плюс отправить все это в трансляцию? Естественно, ну, как я говорил, то есть, да, 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 это прямая трансляция по телевидению, плюс на стадионе, чтобы это видно было, там, например, через информационные экраны, плюс те, у кого есть, там, мобильные устройства, кому это интересно, с мобильных устройств смотреть, могли это также увидеть с мобильных устройств, со своих непосредственно получить персональный опыт, назовем это так, вот, поэтому там были еще ряд ограничений, начнем с того, что у нас сразу стояла задача в том, что нам, например, нельзя было делать синхронизацию по времени через интернет, по причине того, что, во-первых, были страхи относительно того, выдержать сеть или нет, вот, стадион в Минске, это порядка 20-22,5 тысячи, по-моему, зрителей, плюс технический став, персонал, бла-бла-бла и прочее, то есть порядка 30 тысяч фактически активных пользователей сети, которые там находятся на стадионе в этот момент. Плюс ко всему должны были присутствовать главы государств, вот, что иногда приводит к тому, что, ну, все мы знаем, иногда любят сети глушить, вот, мобильные, и по этой причине сразу искали варианты, как сделать синхронизацию, чтобы у нас не была задействована сеть. Соответственно, у нас два компонента, это персональный опыт, который люди могут получить через мобильные устройства, и второй момент, это то, что идет в телевизионную трансляцию, ну, и, соответственно, информационные экраны на самом стадионе. То есть плюс-минус, если вдруг человек смотрит через свой мобильный телефон те эпизоды дополненной реальности, и он одновременно попадает на экран, он должен понять, что у него как бы там показывается то же самое, ну, то есть не было какого-то диссонанса в этом плане. Вот, это, наверное, первый такой челлендж был достаточно глобальный, который нужно было победить. То есть нам нужно было две фактически разные системы между собой синхронизировать полностью по времени. Вот, особенность подобных шоу в чем? То, что это настолько глобальное и комплексное мероприятие, по большому счету, там такое количество технических служб задействовано, что все синхронизации и прочие, то есть какие-то действия выполняются, они выполняются по тайм-коду. То есть есть определенный тайм-код, время, которое бежит, грубо говоря, время шоу, вот, по которому все, что можно автоматизировать, автоматизируется, ну, либо там запускается с руки именно в конкретный момент времени, который у каждого там активного участника шоу есть там перед глазами, либо там в систему заводится этот тайм-код. Вот, соответственно, в каждый момент времени что-то стартует. Начиная от выхода людей и заканчивая светом, звуком. Да-да-да, то есть свет, весь звук, то есть все это по тайм-коду засинхронизировано жестко. То есть при том там различные в Минске что там было, там открывающиеся лепестки сцены, например, то есть там подвижные сцены вокруг основной конструкции. То есть все это абсолютно по тайм-коду засинхронизировано. Соответственно, нам нужно было тоже встраиваться в эту систему для того, чтобы все у нас так же запускалось именно в тот момент, когда нужно. Особенность еще в том, что режиссура и постановка самих сцен и, соответственно, эпизоды в дополненной реальности, которые дополняли это все шоу, то есть оно сценарно было завязано между собой. И там окей, например, там расхождение может быть в секунду еще допустимо, но когда это начинает совсем расползаться, это прям вообще не очень. Соответственно, нужно было поймать эту именно синхронизацию, чтобы у нас две фактически независимые системы. Это мобильная, которая у пользователя просто вот он ее скачал, запустил, она у него работает. И та, которая работала с прямыми эфирами, с телевизионным, чтобы контент воспроизводился максимально, насколько это возможно, синхронно. Но вы все-таки решили отказаться от использования тайм-кодов именно потому, что, ну, как сказать, превентивно отказались из-за высоких рисков падения сети и других форс-мажоров, либо какие-то мощностные характеристики изначально просчитали и поняли, что достаточно, ну, нагрузка будет высокая на всю систему? Да нет, на самом деле, если делать, назовем так, сервер с синхронизацией, который мог бы выдержать пиковую нагрузку, окей, 30 тысяч запросов в секунду, то есть они все равно синхронно идеально не будут валиться. То есть это не так, чтобы сильно напряжно, назовем так. То есть это не супер-мега-нагруженный, назовем так, сервер какой-то. Да, высокая нагрузка, но это прям не совсем аврал-аврал какой-то. Вот, это, в принципе, можно сделать, но вопрос стоял в том, то есть стоит ли тратить на это ресурсы, вот, и свое время и заморачиваться, если вдруг неожиданно мы туда приедем, а такие, всю сеть погасили. Ну, как бы мы не были уверены, что ее не погасят. Вот, хотя в конечном итоге, да, ее не гасили, сеть работала более-менее. С перебоями, назовем так, тупо из-за нагрузки, но работала. Вот, поэтому мы сразу максимально старались. То есть это у нас был вариант на случай, если, ну, прям совсем ничего не получится. То есть это вот всегда самый-самый последний вариант. Окей, тогда мы сделаем, будем долбиться куда-нибудь на внешний сервак и там по той части синхронизироваться. Но мы в любом случае, мы все равно синхронизировались по тайм-коду, вот, просто немножко другой схемой. Соответственно, это вот такой вот из, один из глобальных челленджей, назовем так, который был. Второй момент был, это нужно было пойматься по пространству, по синхронизации для мобильных устройств в частности, вот. Потому что стадион — это не классическая какая-то концертная площадка, как, например, до этого там достаточно ярко, но недолго вирусилась история с дополненной реальностью, например, на концертах Эминема, потом был кейс с Лободой, впрочем. Но это всегда такой experience in front of you. То есть, когда у тебя перед тобой сцена, вот, вся толпа стоит перед сценой, вот, все смотрят на это дело. Синхронизация достаточно простая, ты просто вот вперед наводишь, там плюс-минус какой-то маркер поймался, все, ты вот понимаешь, оно вот все впереди перед тобой. Вот, когда у тебя стадион, а все действия происходит в центре, да, то есть у тебя 360 градусов, тебе нужно понимать, помимо того, что с какой ты стороны находишься, вот, то есть, в принципе, по окружности. Соответственно, тебе нужно еще относительное положение понимать, чтобы у тебя, в принципе, пространство, назовем так, стадион сел в то пространство, которое в виртуальной среде есть. Вот, это тоже был такой достаточно не кислый челлендж, вот, который мы пытались решить различными способами, но нашли достаточно близкий к тому, что было, ну, то, что было реализовано, например, у той же Лободы и прочего, просто со своими особенностями. Вот, это давали пользователю самому фактически определить, где он находится. Вот, то есть мы сделали разметку стадиона, то есть пользователь мог просто... Пришел с билетом, он знает, на каком месте он сидит, он выбирает сектор ряд места, то есть это фактически там в четыре клика делается. Вот, и мы уже знаем, в принципе, пространство, где он находится, да, дальше нам нужно определить направление на сцену. Вот, и, соответственно, когда он выбрал место, где он находится, мы показываем ему некий силуэт, как примерно должна выглядеть сцена с его ракурса, и он просто совмещает, опять тапает, то есть вот примерно совместил, тапнул, все, у него сцена сидит. То есть максимально просто старались сделать рано для пользователя все это дело, потому что, ну, назовем так, 90% пользователей, которые хотели посмотреть все это дело, но это не те люди, которые там ежедневно имеют опыт общения с дополненной реальностью, как с этим работать, в чем собственно была основная фишка и особенность. А приложение было отдельное для этого проекта, или оно как-то было встроено в тематическое приложение самих игр? Нет, это было отдельное приложение, вот мы отдельно делали для iOS, для Android отдельное приложение именно с AR Experience, так же, как и для WorldSkills Казань тоже, то есть это было просто отдельное приложение, которое мы пушили в сторы, вот по нему была там отдельная промо-компания и рассказывалось то, что вот предварительно там скачайте, установите, бла-бла-бла, что мало ли у вас там будут проблемы с сетью и прочее, то есть вот, и там по возможности обновить перед мероприятием дома, когда у вас здесь стабильная сеть. Ну, здесь так или иначе нужно понимать, что человек не будет, ему просто негде физически проверить и поучиться использовать это приложение, поэтому задача, наверное, еще и в том, чтобы нативно ему дать понять, что делать, как только он его запустит. Да, 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 то есть вот с UX на самом деле мы очень много наловили шишек, назовем это так, потому что пользователь нынче стал ленивый, вот, он хочет опыт получить там из разрядов три клика, скачал, установил, запустил, заработало, вот, соответственно, нужно как-то максимально стараться это дело упростить для пользователя, чтобы он, ну, не страдал, многим лень ходить сложными там туториалами, читать все это обучение и прочее, вот, и как бы мы не старались, например, максимально объяснить пользователю, товарищ, вот, там, вываливается окошко из разряда там, тебе нужно будет сделать сейчас вот так, вот так, вот так, вот обязательно, там, из разряда там, дай доступ, например, для камеры, иначе ты не заработаешь и прочее, вот сколько бы ты не писал объяснений, как бы ты подробно не разжел, какие бы ты туда гифочки не вставлял, что нужно сделать, народ почему-то этого не читает, для нас это было несколько, ну, назовем так, больно, то есть мы старались сделать какие-то удобные туториалы и прочее, вот, а зачастую вылазили, например, в сторах или просто почтой приходили отзывы, то, что люди затыкались тупо на тех шагах, которые уже описаны в туториале, блин, то есть вот им нужно было просто вот по шагам пройти как там нужно, они пишут, ой, у нас вот тут что-то, короче, не синхронизируется и прочее, там же написано, вам нужно синхронизироваться в тот момент, когда вы выбрали место, вот, у вас появляется надпись там ожидания синхронизации, вот, они сидят и ждут, например, не в тот момент, когда у них там нужная музыка играет, там написано, типа, дождитесь нужного сигнала на информационном экране, запустите приложение, бла-бла-бла, вот эти всякие штуки, вот, а там оказывается, ой, я запустил в какой-то рандомный момент, а у меня ничего не происходит. Ну, конечно, да, не будет ничего происходить, потому что вам объясняли вначале вроде как, а вы просто этого не прочитали. Вот таких вот всяких моментов очень много было. То есть в Минске мы очень большой пул фидбэка собрали по этой части и многое постарались уже для приложения в Казани исправить. То есть мы уже загоняли туда не только те фонограммы и те тайм-коды, которые соответствуют конкретно например, эпизод дополненной реальности. То есть мы брали полностью все фонограммы всего шоу и тайм-коды. И, соответственно, в любой момент, когда пользователь, например, не запустил, он в приложении слышал, собственно, что происходит и выдавал им информацию, типа, товарищ, извини, твой AR-эпизод будет, например, через 15 минут, или ты уже его пропустил. Ну, то есть чтобы понятно было, что он не в тот момент. Ну, вот возвращаясь к синхронизации, вы все-таки решили сделать ее по звуку, насколько я знаю. Да, да, вот, да, я этот момент немножко упустил. Мы, это как-то случайно получилось, перебирали варианты как можно, вот, и случайно толкнулись на компанию Цифрософт, они в Ижевске, если я правильно помню, находятся, вот. Они делают, назовем так, не сильно навороченную, но железно работающую такую SDK-шку, которая позволяет по звуку просто синхронизироваться собственно с таймингом звука. Вот, они это позиционировали как для работы с некоторым интерактивом, например, с ТВ, еще с чем-то, то есть когда ты можешь, например, там, я не знаю, по звуку рекламы что-нибудь выводить, грубо говоря, у себя там в мобильном приложении, еще что-нибудь в этом духе. Вот, или по звуковой дорожке, например, фильма, то есть дополнительно какой-нибудь интерактив, дополнительно предлагать, то есть с этой точки зрения. — Возникает тогда логичный вопрос. Одно дело, ты сидишь у себя в гостиной, другое дело, многотысячный стадион. — Да. — То с качеством распознавания. — С качеством распознавания. У нас было очень много страхов, сомнений, и, как оказалось, ну, назовем так, в 75% случаев все распознается достаточно хорошо. Там особенность в том, что у них система построена не на слушании, сверке, прям один в один, грубо говоря, звуковой дорожке. Они строят сигнатуры, собственно, по звуковой дорожке, своими какими-то хитрыми алгоритмами, которые весят существенно меньше, например, чем аудиофайл. То есть это, в принципе, какие-то особенности в каждую из разряда миллисекунду времени, не знаю точно дискретизации временной. Но какие-то из разряда микроособенностей звуковой дорожки, которые позволяют понять, что это именно этот трек, и что это именно этот момент в этом треке. И, соответственно, когда микрофон слушает окружающий звук, он пытается найти эти особенности просто по звуковой дорожке. То есть если он вылавливает эти особенности, он понимает, да, то, что вот, и они начинают там следом друг за другом там несколько повторяться, значит, этот трек в этот момент времени. Соответственно, там синхронизация, ну, точность синхронизации, там, если прям совсем хорошие условия, назовем это так, там доходило где-то 0.1-0.2 секунды, то есть он почти идеально, то есть попадает во время. Для подобного экспириенса, то есть это более чем достаточно было. В плохих условиях, там, до полсекунды может разъезжаться, вот того, чтобы прям явно откровенно там целая секунда была, у нас, по-моему, даже не было таких случаев. Но, опять же, все очень сильно зависит, на самом деле, от девайса, на котором ты работаешь. То есть для того, что мы работали с большим парком устройств, то есть если с айфонами большой парк устройств, это там, ну, 10 моделей, назовем это так, там всегда в среднем все более-менее нормально. Они стараются как-то ровно держаться с точки зрения качества и прочих всяких особенностей. То с андроидами там зоопарк такой, что, мама моя. И не везде получалось так, что звуковая синхронизация срабатывала. То есть были кейсы реально, когда он просто на разных устройствах, при том разные треки, он не мог услышать из каких-то особенностей. То есть где-то там начинают глотаться низкие частоты, например, а звук там такой более низкочастотный, например. Либо, наоборот, высокие начинают хрипеть, он там начинает не понимать и прочее. То есть очень сильно от девайса зависит. Но если плюс-минус по дефолту в девайсе встроен какой-то нормализатор на микрофоне, который позволяет как раз-таки компенсировать вот эти излишне высокий уровень, в принципе синхронизация всегда срабатывала достаточно хорошо. А с точки зрения затрат по ресурсам и вообще каких-то железных мощностей можете приоткрыть не совсем секретные нюансы и рассказать, что использовали и какая была архитектура? По железным особенностям. Ну, коль уж мы сейчас про мобильную часть говорили. Соответственно, мобильное приложение мы делали на Unity. Самый простой вариант, на самом деле, самый удобный с точки зрения мультиплатформенности и работы с графикой и прочим контентом и прочими всякими вещами. Соответственно, мы использовали Unity с Air Foundation. Соответственно, у нас было там определено... Мы сразу, собственно, партнерам сказали, что мы ограничимся парком устройств, которые поддерживают AirKit, AirCore. Потому что мы не будем использовать какие-то там вуфории со своим собственным сфлэмом и прочими всякими вещами, потому что мы не сможем просто банально оттестировать весь парк этих устройств. А если мы там, окей, в QA отдадим во внешний, это будет стоить как мост чугуньевый. Все это вообще нерезонно. Поэтому просто сокращаем парк устройств, которые поддерживают последние версии AirCore и гугловского, и Аркит, соответственно, Apple-овских устройств. И работаем в рамках данного фреймворка. Соответственно, для этого мы AirFoundation использовали. Что там еще? Ну, мы там сделали, собственно, сделали плагинчик для Unity, вот как раз для цифрософтовской SDK. Кстати, он у нас даже бесплатный есть, лежит, опенсорсный, на GitHub. Что-то типа из разряда ILS, Unity, плагин, по-моему, так как-то называется. Можно попробовать найти. От Unity-плагин для цифрософта SDK гуглиться достаточно легко. Вот, если вдруг кому-то будет интересно. Ну, что там еще по мобильной части? Сделали систему менеджмента контента, чтобы у нас сценарии запускались, все там по таймлайну воспроизводилось. Немножко повозились с тем, чтобы у нас там системы частиц корректно по таймлайну воспроизводились, потому что у нас же пользователь может зайти в любой момент времени конкретного эпизода. Соответственно, нужно, чтобы он увидел именно с того момента, с которого он зашел, у него засинхронизировалось. Соответственно, немножко повозились системы, которые позволяют сценарий воспроизводить именно четко по времени, чтобы можно было фактически трехмерный вот этот вот опыт увидеть, как в фильме, то есть можно было прокручивать вперед-назад и прочее. Если с классическими анимациями это, в принципе, работает, назовем так, из коробки, то, например, с системами частиц немножко пришлось повозиться, по причине того, что они обычно работают по какому принципу в какой-то момент они начинают спауниться, и дальше они, типа, живут в какой-то момент времени. Если ты вдруг там в какой-то момент времени оказываешься до старта точки спауна, они вроде как бы еще не родились, и у тебя их вроде нет, хотя вроде должны быть. Вот такая, ну, своеобразная особенность жизни системы частиц. Соответственно, с этой штукой мы тоже немножко это победили. Не критичная проблема, на самом деле, достаточно легко решается. Да и, в принципе, все, что интерфейс собрали под все это дело. Архитектура достаточно простая, на самом деле, в этом плане, по мобильному приложению. По тому, что было для телетрансляции, там все посложнее, до того, что у нас было ограничение с точки зрения технической по железу. То есть у нас были, скажем, прямо от заказчика было поставлено определенное условие, типа, вот, у нас есть такой-то парк железа, грубо говоря, чтобы над нем это все безобразие работало. Поэтому мы сразу ориентировались на то, что мы будем работать с относительно бюджетными картами видеозахвата. То есть бюджетный не значит, что плохие, вот, сразу оговориться, то есть это все равно. Ну и бюджетный – это понятие в профессиональном оборудовании, бюджетный – это такое. То есть из разряда, там, небюджетный – это 250 тысяч, бюджетный – это 100 тысяч, вот, за карточку видеозахвата, например. У нас было ограничение по железу, там, по картам видеозахвата, и, соответственно, по условиям, там, работы, как мы должны получать, выдавать картинку и прочие всякие штуки. Вот, соответственно, если говорить про общую архитектуру, то есть мы работали с картами захвата Blackmagic Design, деклинки, ну, классическая, в принципе, у них линейка карт видеозахвата. И мы работали по схеме, я не знаю, если вдруг кто, сведущий, слушает данный подкаст, мы работали по принципу Internal Keying'а, есть разные принципы смешивания картинки, вот, Internal Keying – это когда к тебе заходит видеокадр с камеры, у карточки есть свой процессинговый чип определенный, назовем это так, вот, если что, всем на пальцах объяснять, куда заводится также еще кадр, который должен накладываться, то есть просто, ну, изображение, по большому счету, которое должно накладываться поверх кадра камеры, закидывается с графической, ну, с видеокарты туда, и карточка внутри себя это все дело смешивает и отдает уже собранный кадр. То есть, в принципе, мы больше там ничего никак не контролируем, то есть мы вообще никак не влияем на кадр, который к нам приходит с видеокамеры и прочее, мы даже не знаем ничего о нем. То есть мы просто в кейр плюем картинку, которая содержит свет, и альфа, то есть прозрачность, что должно быть прозрачным, что непрозрачным. И оно там у себя внутри смешивает с достаточно хорошей скоростью, и выплевывает наружу уже через выход, через видеовыход на пультовую. Это очень хороший кейс, это очень хороший пайплайн, например, для оперативной графики, там, например, накладывают всякие титры и прочие всякие штуки, вот, для таких вещей. Но, как мы поработав поняли, не очень хороший кейс именно для эффектов смешанной реальности, потому что там очень много сразу же ограничений накладывается на рендер пайплайн, то есть то, как все это дело нужно рендерить, как это все дело правильно нужно смешивать и прочее. С точки зрения именно мощности обсчитывания в прямом эфире или привязки объектов или чего-то еще? Скажем так, с точки зрения выдачи конечной картинки, то есть качества конечной картинки и достижения некоторых эффектов. То есть из-за того, что мы не знаем, поверх чего мы накладываем картинку, то есть мы, в принципе, просто отдаем информацию, то, что вот у нас здесь есть какой-то цвет, и у него там есть определенная прозрачность относительно, ну, то есть насколько он будет прозрачен поверх картинки, на которую накладывается. И, соответственно, некоторые эффекты в духе там различных эффектов прямомления, корректной прозрачности, например, дополнительных эффектов там с освещением, там с тенями и прочими всякими штуками не всегда получается правильно воспроизвести, потому что для этого нужно смешивать, ну, назовем так, особым способом смешивать картинки, которые к тебе приходят, с той, которую ты считаешь. То есть фактически их нужно вместе рендерить, назовем это так вот, для того, чтобы добавить какие-то там искажения дополнительные, прочие всякие штуки, чтобы у нас картинка села лучше, ну, вот, сверху. Поэтому, то есть некоторые эффекты там при таком пайплайне почти нереально, в принципе, добиться. То есть ты не сможешь никак сделать, как знаете, эффект, например, от костра вот этих искажений, то есть тепловые, которые есть там, или от горячего асфальта. Таких эффектов ты, например, никогда не добьешься, потому что ты не можешь внести искажения в заднюю, ну, картинку сзади. Это то же самое там с корректной, правильной там прозрачностью, потому что даже если мы вроде визуально не воспринимаем якобы некое искажение, например, от стекла, сквозь него, когда пропускают, но все равно искажения есть у любого объекта просвечивающего, у него есть определен там индекс of reaction. И, соответственно, он немножко изменяет картинку сзади, вот, и ты вроде как бы напрямую это не замечаешь, но, в общем, когда смотришь, это чувствуется, назовем так, это уже на уровне ощущения. Плюс моменты с цветокоррекцией, с мишением цветов и прочими всякими вещами, то есть это там вот много таких тонких нюансов, которые при внешнем смешивании не позволяют получить максимально качественно, назовем так, все это дело. Либо для этого нужно использовать дополнительные каналы для смешивания, помимо прозрачности, вот, но этого внешние устройства, например, не умеют делать, вот, поэтому это такое себе удовольствие. Но мы как бы изначально делали контент, исходя из того, что мы знали эти ограничения, вот, и максимально старались делать контент и использовать в нашем контент-пайплайне такие эффекты и прочие всякие штуки, которые бы максимально не вылазили за эти ограничения, чтобы у нас вот эти, назовем так, косяки не начинали лезть явно откровенно. Ну, то есть у вас свой контент уже был на первом проекте для европейских игр? Нет, как раз-таки, назовем так, соу-соу, то есть основную часть или, назовем так, основной этап разработки контента, он был за ребятами из Сеченов, в ком, вот, они, у них, их графисты делали, рисовали базовый контент, в том числе там местами с анимациями и прочими всякими вещами, а мы уже дополнительно это дело интегрировали в движок, вот, докручивали какие-то эффекты дополнительные, вот, адаптировали и прочее, то есть уже причесывали, прилизывали, полировали все это дело, чтобы это уже в графическом движке все это правильно, нормально работало, вот, что я, кстати, не сказал, если уж говорить про pipeline, мы все это дело для телевещания, мы собирали на Unreal Engine 4, там совпало так, что они как раз в тот период, когда мы начали делать этот проект, они очень сильно активно начали форсить свой, начавший только появляться инструментарий для как раз вот смешанной реальности Mixed Reality, Virtual Production, Virtual Studios, вот этих вот вещей, начали появляться кейсы относительно того, что можно такое делать, просто берешь движок, воткнул там, провод воткнул, картинку запустил, у тебя все начало бегать, вот, обычно так в промо-роликах примерно так все и показывается, типа тык-тык-тык, все, у тебя разработало, завелось. Мы предварительно изучив такие, о, ну, что, они говорят, можно сделать, мы сейчас возьмем, соберем, что делов-то. Оказалось, не все так просто, вот, весь инструментарий, он даже до сих пор на самом деле достаточно сырой, нам очень многое пришлось там еще вручную допиливать, вот, в конечном итоге по Минску, да, по Минскому проекту мы как раз работали вообще на кастомной сборке движка, то есть мы некоторые вещи полностью именно внутри движка переписывали, чтобы у нас, например, можно было тени, например, рисовать поверх реальных объектов, потому что на той версии движка, на которой мы работали, которая была актуальна на тот момент, просто не было таких фич, которые позволяли бы просто вот чисто пользоваться стандартным инструментарием это реализовать, вот, по этой причине нам пришлось именно самим у нас ребята именно на уровне движка перепиливали там шейдера и прочие всякие штуки, делали свою кастомную сборку для того, чтобы можно было обеспечить какой-то вот там те фичи, которые, ну, прям вот жизненно необходимы, назовем так, для того, чтобы все было красиво. Но все это в достаточно сжатые сроки? Ну, как, на самом деле достаточно сжатые сроки были это по Казанскому проекту, по Минскому проекту сроки были достаточно нормальные, то есть, это было где-то порядка полугода у нас на разработку проекта, но с учетом того, что мы относительно, во-первых, небольшой частью нашей команды над этим работали, то есть, сколько у нас, шесть человек, в принципе, было задействовано в этом проекте, ну, фактически на фулл-тайм, и мы параллельно делали как бы мобильную часть, параллельно разрабатывали, делали, пилили инструментарий как раз для телепродакшена, потому что телепродакшен там не только с выводом картинки, там еще много всяких подводных камней, там с системой трекинга, с оптикой, например, для того, чтобы правильно оптику поймать, откалибровать, там очень много своих особенностей присутствует, то есть, для этого тоже нужно было инструментарий свой пилить и прочие всякие вещи, как я уже говорил, движки базового, то есть, какой-то совсем минимально базовый функционал был заложен, вот, но очень много там какой-то обвязки дополнительной приходилось писать именно самим, вот. Была адаптация от одного проекта, от одного мероприятия к другому, и за полтора месяца нужно было воспользоваться всеми наработками и переложить проект, по сути, с новым контентом, уже все перезапустить на новой площадке. Да, фактически полтора-два месяца, если в чистую брать, это было, да, по-моему, ровно два месяца, у нас 21-го, у нас, по-моему, было июнь открытие европейских игр, а, по-моему, 22-го или 23-го октября у нас было как раз открытие, ну, октября, все, совсем уже все, смешались и люди и кони в голове, вот, 22-го августа у нас, по-моему, как раз был этот WorldSkills из Казани, ну, в принципе, да, это было полтора месяца, там еще получилось так, что у нас был запланирован там двух-двухнедельный отпуск всей команды, всей команды, по причине того, что мы такие, о, сейчас мы Минск закроем, такие, типа, надо отдохнуть, потому что что-то мы подустали, то уже все запланировано, а после Минского проекта ребят как раз после закрытия ребят как раз еще на ком подходят, такие, ну, что, давайте, что, в Казани тогда делать, что ли, вот, и такой, ну, окей, хорошо, давайте делать, вот, в принципе, нормально получилось, по большому счету, то есть, мы вроде как отдохнуть успели и, в принципе, собрать адекватно проект получилось, то есть, мы кое-что дополировали по технической части, ну, с точки зрения разработки, большая часть времени, конечно, было потрачено, это именно на разработку контента, потому что для WorldSkills контент полностью мы делали, вот, просто согласовывая это с лечтерской командой, то с их стороны был просто сценарий, в принципе, референсы, как все это должно быть, а контент именно полностью мы сами делали уже, то в этом плане было несколько легче, и сократился срок, потому что нам не нужно было вот это вот, получить контент, загнать его, адаптировать в движок, посмотреть, как оно, собственно, в сцене там плавает, и что там происходит, записать видео, отправить на согласование, тебе говорят, ой, нет, давайте подвиньте вот это, мы там, и опять вот такие вот итерации, которые, некоторые итерации, занимали там несколько дней просто тупо, потому что тебе вот очень большое количество шагов нужно пройти для того, чтобы согласовать, а когда ты делаешь непосредственно сам контент, сразу тут же его видишь, как это в движке работает и прочее, вот, ты все быстренько подправил, такой оп, подправил на согласование уже конечный вид, как оно потенциально будет выглядеть, такой пришли правки, ты сразу тут же все это дело опять же подкорректировал, опять выдал, собственно, обновленные варианты, и в этом плане было, то есть работа существенно удобнее и быстрее, то мы серьезно по времени в этом плане сэкономили, как раз получилось, вот, а по технической части, ну, там, с мобильным приложением, то есть опять же, так же было, что мы просто учли все эти какие-то там тонкости, шероховатости, которые у нас были по Минску, мы сделали там новый дизайн приложения, переработали, собственно, немножко архитектуру, как-то там внутри было, ну, зарефакторили, короче, все это безобразие, чтобы, побыстрее работало, билд меньше весил и прочие всякие штуки. Отказались от туториалов? Нет, туториалов мы добавили еще дополнительно, просто максимально коротко, вот, и максимально наглядно как-то постарались это все дело сделать, и максимально постарались сократить как раз вот количество шагов, которые нужно сделать пользователю для того, чтобы, ну, собственно, этот опыт в дополненной реальности получить. Собственно, ну, что, ну, да, то есть, в принципе, за полтора месяца мы более чем, то есть, с учетом того, что мы и программную часть дорабатывали, контент пилили под все это безобразие, вполне нормально, не знаю, так в рабочем режиме все это дело достаточно адекватно сделали, вот, и потом вот мы за неделю, по-моему, как раз на площадку вышли, или за полторы недели, да, вышли на площадку, там существенно проще было работать, потому что WorldSkills там полностью, грубо говоря, был подконтролен организатором мероприятия, в отличие от европейских игр, потому что там очень много согласований с комитетом, там, этим Олимпийским комитетом, или как он там называется, опять же, это другая страна, там еще дополнительные накладные на согласование уходят, плюс там телетрансляцию, например, международной компании вела, бродкастинговая, вот, соответственно, с ними там тоже еще дополнительные шаги по, ну, в процессе работы нужно было совершать, по Казани было существенно проще, потому что там те же ПТСники, местные казанские СМАЧ-ТВ были, то есть с которыми уже там ребята работали, они знали, кто это будет, что это будет, как это работать и прочее, вся организация, полностью весь контроль над мероприятием был тоже полностью в их руках, то есть, соответственно, по Казани было работать в разы проще и легче, в принципе, вполне нормально то, что времени было меньше на все это дело, то есть, вполне адекватно получилось со всем этим делом уложиться. Но самый серьезный момент синхронизации вы решили оставить, как он и был, по звуку. Да, мы оставили, как он и был, по звуку, работало хорошо, и, как говорится, если работает, не трогай, вот, лучше так, пускай будет так, чем городить что-то новое, особенно в сокращенные сроки, мы просто также учли нюансы по, назовем так, по качеству звуковой дорожки, то есть, согласовались с ребятами, которые, собственно, звук делал, готовил, то есть, например, для нас было очень любопытно, то, что, когда готовили, там, прединтер был момент такой, когда фонограмму делали, вступление, когда народ еще только заходит на стадион и прочие всякие вещи, вот, там у нас как раз был тренировочный эпизод того, чтобы посетители могли попробовать все это дело до того, как само шоу начнется, чтобы они поняли механику, вот, для нас было удивительно то, что, например, трек, который записан, ну, назовем так чистый музыкальный трек, там, неважно с голосом, не с голосом, не принципиально, вот он, как есть записан, и когда в момент этого трека на стадионе, там, идут бурные аплодисменты, назовем так, живые, система позволяет хорошо синхронизироваться по этому треку, если в этот момент вместе с треком примешиваются записанные аплодисменты, то трек перестает ловиться, то есть, когда они не живые, а именно записанные, примешанные дополнительно, собственно, именно в звуковой дорожке что-то меняется по своим особенностям, и, соответственно, он как бы перестает синхронизироваться, мы как бы это поймали заранее, мы неожиданно прислали трек без аплодисментов, вот, на какой-то из репетиций мы такие, слышим, типа, откуда аплодисменты, ребят, взялись, ну, как бы, вот он звукарь примешивает, собственно, дополнительно, чтобы это как-то эффект не было, такие, блин, нет, давайте нам, короче, с этот сведенный, короче, трек вместе с аплодисментами, потому что без них, короче, он очень плохо ловит, и вот с такими вот нюансами различными, вот, собственно, все это дело учли именно на этапе производства контента, как нашего, так и того, который там влиял на нашу, собственно, на нашу работу, вот, и, соответственно, все это достаточно быстро, оперативно сделали, и по звуку все достаточно хорошо синхронизировалось, в принципе. Субтитры создавал DimaTorzok